История всем знакомого петушка на палочке насчитывает более 500 лет. В России даже есть специальный праздник – День леденцовых петушков. Проводится он в феврале 20-го числа. Мало кто знает, но история этого лакомства ведет свое начало из Рязанского уезда и связана она с довольно романтичными обстоятельствами. В 1837 году в Рязань приехал цесаревич Александр. Старались подготовиться к его приезду все, но больше других угодил сахаровар Николай Шишков. Он изобрел к приезду цесаревича сахарный леденец. Леденец был сделан из сахара и Александр попросил у нашего Николая Петровича, так как ему леденец очень понравился, сделать ему еще две корзины подобных леденцов. Одна большая корзина, одна маленькая получилась. Большую корзину нужно было отправить матушке императрице Александре Федоровне. А вот маленькая корзина, она должна была попасть в руки девушки, в которую Александр тогда был очень-очень влюблен. Корзины перепутали. Маленькая со страстным любовным письмом попала в руки матери цесаревича и та не допустила дальнейшего развития чувств наследника с незнатной фрейлиной Ольгой Калиновской из польского рода. Леденцы-разлучники между тем понравились при дворе. И с тех пор Рязанский уезд готовил их в промышленных масштабах, поставляя ко двору. В наши дни старинная рецептура попала в руки рязанского предпринимателя в результате мистического случая. Сложенный рукописный листок с рецептом оказался в старинной книге, которую директор музея приобрел однажды в антикварной лавке. Выяснилось, что это тот самый рецепт, который использовал Николай Шишков 200 лет назад. Сейчас технологии те же, а сам процесс похож на волшебство и напоминает каждому о детстве. Ну и последний продукт, который мы с вами добавляем в наш состав, это цветочный мед. Николай Петрович Шишков в свои леденцы добавлял исключительно цветочный мед, потому что он считал его самым подходящим. Прекрасный цвет получается, замечательный, золотистый, какой замечательный аромат. Но мед, конечно, в леденцы добавляли не только для красоты, для аромата. Мед является природным консервантом. Эти конфеты готовили в виде фигурок животных, птиц и деревьев, но больше всего было именно петушков. Ведь на Руси эта птица всегда считалась символом жизни и плодородия. А берег в виде петуха отгонял нечистые силы и защищал хозяина от всяческих напастей. Рязанский леденец по сей день изготавливается по старинному рецепту и исключительно вручную. Поэтому и получается он особенным. Рязанский петушок на палочке вполне мог бы стать тем самым вкусным сувениром, который гости из других городов и даже стран довезут в качестве сувенира своим близким. И там, далеко, эта солнечная ароматная конфета напомнит о Рязани. Проголосовать за рязанский леденец можно на сайте Фусы России РФ в ходе народного голосования с 19 ноября по 2 декабря. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».